приветствую всех зрителей моего канала и сегодня у меня первый отчет по моему будущему бисерному платью вышивала я это платье на протяжении 6 дней и вот сегодня шестой день я его закончила то есть я сегодня сделала вообще небольшой кусочек здесь в принципе за 4 дня вот этот вот участок на груди видите если по сравнению с рукой он достаточно большой его можно запросто за 4 дня отшить это просто я растянула мне очень нравится подбор бисера здесь потому что получается очень ярко мне кажется камеры сейчас как-то очень странно это передают в жизни это смотрится гораздо ярче чем сейчас я вижу рисунок узор узор повторяется поэтому когда его запоминаешь уже гораздо легче я вышила сначала вот здесь вот какую-то часть и вот это вот вот это и потом я все вышивала последовательно пом вот этот вот столбик полностью до верха потом полностью вот это вот все опять же вот этот вот этот и потом уже вышивала середину кстати вышивала я в перевернутом виде я только вот самый низ вот этот вот ромбик и вот это вот вышила в такой ориентации как вы видите сейчас а потом я просто перевернула и вышивала верх ногами это оказалось гораздо удобнее не мне не мешали вот эти свернутые куски ткани видите вот у меня здесь свернутые куски ткани вот везде так что шесть дней и вышивка на груди готова сейчас я хочу сделать в этой я если честно думала сделать рывок и прям таким рывком там за 10 дней вышить себе полностью все платье но сейчас скорее всего буду я вышивать маме клатч к ее платью и он еще ко мне не пришел и вот пока он ко мне не пришел я хочу повышевать немножко свои анютины глазки потому что я по ним уже соскучилась и мне кажется что если я сейчас продолжу вышивать бисером то до момента когда до меня доедет клатч я вообще просто буду с ума сходить как мне будет хотеться повышевать крестиком и не пойдет у меня клатч поэтому сейчас переключусь опять на анютины глазки от мэрэшки тем более что я успела до того как начала это платье успела там кусочек отшить и сейчас и вот еще немножко и это же покажу вам отчет по анютиным глазкам я очень довольна как получается у меня это вышиванка классно ярко ничего не стягивает мне кажется что это именно вот тот эффект которого я хотела добиться потому что я сомневалась до последнего а может нужно было рубку может нужно было там не знаю что еще бисер с блестящей серединкой но на самом деле производитель очень разумно подсказал нам какие нужны цвета бисера потому что действительно мне очень нравится как это все получается и преимущество такого платья перед тем же которые делала маме что это можно сделать очень быстро то есть мне остался подол а на подоле вот такой вот рисунок как здесь то есть вот этот вот столбик считайте вот этот вот это подол и и потом будет рукав два рукава и пояс это тоже вот считайте то же самое вот такая вот штучка узенькая поэтому сейчас повышиваем анютины глазки потом повышиваем скорее всего клача потом вернемся думаю к этому платью и уже его доделаем так странно говорить что мы что-то доделаем когда я вот только шесть дней назад начала но действительно работа просто полетела очень быстро очень с удовольствием и думаю что ну не знаю нет до лета уже наверное точно нет но в июне думаю что появится у меня уже вышитое бисером платье а кстати спрашивали меня в комментариях под видео о подготовке там был такой странный вопрос немножко но он состоял в том что вот зачем тебе столько вышитых платьев кто не в курсе у меня нет вышитых платьев у меня нет ни одного вышитого платья я вышивала платье это мамина у меня есть только вышитая мне вышиванка то есть я себе вышила вышиванку два года назад два года назад слушайте два года назад или год назад и по-моему два года назад я вышила а год назад я вышивала папину да поэтому у меня нет вышитых платьев и вот это вот платье будет первое мое вышитое платье и также у меня есть у меня даже нет больше никаких заготовок для вышивки платьев единственное что в смысле бисером крестиком у меня есть да льняное платье которое я покупала платье футляр но также меня спрашивали когда я показала что буду вот это платье вышивать меня спрашивали а как же вот то вот платье футляр для него нужно подобрать схему те схемы от мэрэшки которые я вам тогда показывала в покупках вместе с этим платьем и говорила что вот я хотела бы выбрать одну из них к сожалению все эти схемы они слишком большие для той вставки канвы которая там есть то есть нужно либо искать как-то схему либо как-то переделывать из тех что есть то есть там нужно мудрить там нельзя просто взять схему и вышить вот так чтобы оно прям идеально там было поэтому нужно тоже ждать вдохновения нужно думать как выкручиваться что там как придумать поэтому я конечно про то платье не забываю про него тоже помню но вот вопрос стал в выборе схемы для того платья вот так что это будет первое мое платье и очень сильно надеюсь что будет оно еще в этом сезоне сегодня кстати я снимаю это видео я думаю что видите вы его гораздо позже но сегодня у меня 19 мая у нас сегодня день вышиванки это первая эта дата которую я хотела успеть мамин платье сшить мы его еще не успели сшить будет оно готово только через неделю но через неделю нас тоже устраивает потому что через неделю мама тоже в мероприятии она его наденет но хотели мы я хотела чтобы на сегодня было но у нас сегодня удивительная погода у нас сегодня ливни и 10 градусов мама у меня все время мерзнет поэтому сегодня бы она это платье не надела сто процентов и никто бы ее не заставил она ходила в кофте такой вообще в три пальца толщиной сегодня и платье бы точно сегодня осталось дома поэтому вот понимаете все что не делается все к лучшему но папа сегодня пошел в вышиванке в той вышиванке которую я ему вышивала он сегодня утром надел грудь колесом и пошел очень интересно будет сегодня послушать про его впечатления несмотря на то что у меня папа работает в государственном учреждении где дресс-код то есть только деловой костюм мужчинам но в принципе и в обычные дни разрешается использовать ну использовать надевать вышиванку под костюм да вместо рубашки деловой мужской но вот в день вышиванки у них прям каждый год приходят и папа вот прям мучился мучился сегодня вчера позвонил мне и сказал достань мне вышиванку чтобы я не забыл я достала погладила вот он сегодня в ней пошел так что видите не зря вышивала приятно а так что папа выгулял свою вышиванку сегодня а мама выгуляет свое платье через неделю только что то я ничего не выгуливаю слушайте вот это вот обидно знаете как-то сапожник без сапог но вот это платье мне бы уже очень хотелось куда-нибудь и надеть так что свяжемся мы с вами наверное по поводу этого платья когда я уже вышью подол и возможно даже еще какой-то участок потому что показывать вам только подол там вот такая вот полосочка будет которую за один день можно сделать это не совсем серьезно все спасибо всем большое за внимание удачи вам и творческих успехов пока удачи вам пока